ППС-43 Вернее, их первый ППС-42 начали делать еще в блокадном Ленинграде, да, потом его немножко модернизировали, но тоже пошел пистолет-пулемет сюда образца 43-го года всеми экспертами по оружию, признанному лучшим пистолетовым пулеметом Второй мировой. После войны в Польше страны соцлагеря очень многие изготавливались с деревянными прикладами до сих пор во многих странах находятся на вооружении. Тот же Китайская Народная Республика в военизированных подразделениях охранных до сих пор используют Почему у нас его там милиции не отдали? Пришлось изобретать потом А у нас, потому что, ну, во-первых у нас убрать хотели линейку, чтобы не было большой чтобы у всех было безобразно, но единообразно То есть чем больше разных единиц в подразделении больше нужно запчастей разных, да, и у каждого на каждую нужно свои запасные части А тут небольшое количество уже достаточно, да когда у тебя у всех автомата кавашников, к примеру когда у тебя магазин от одного подходит к магазину большого Унификация Так, дальше Это чего? СКС Самозарядный карабин Симона Вот он как раз пошел на 44-м году А на вооружение уже, по-моему, в 49-м приняли Первые образцы они еще даже, наверное, при взятие Кенигсберг поучаствовали как на испытания уже на промежуточный патрон вот как на кавашников Кстати, он и сейчас на вооружении стоит очень хороший Он сейчас стоит только у подразделений которые занимаются охраной почетной коровы и так далее А в свое время артиллеристов точно так же им вооружали Очень недооцененный карабин очень жалко, что его убрали Очень надежный, очень качественный Ну и плюс у него точно так же как у нас вот интересно еще есть нюанс У него зарядка Тяжелая Ну, новый Магазин Вот сюда И сюда он вставляется с Мощинской обоимой А, да, и с собой Обойму, да, поставил Зарядил Точно так же она и в АВТ Предусмотрена Точно такая же Планчик вставил Точно так же, как и в Мощинке Вот она Да То есть это одно из условий Было быстрого заряжения Делали под планку Только сюда планка шла Не Мощинская, патрон промежуточный А на 10 Калашников Для быстрого заряжения Какой-то у него странный магазин А магазины такие Их было несколько типов Пластиковые Это облегченно-алюминиевые Стальные магазины То есть в зависимости Для десанта Там алюминиевые Облегченные были Для обычных Сначала стальные были Потом пластиков То есть есть несколько типов магазинов Как автомат Калашников Это стандартно На 7,62 на 39 Да Точно так же Промежуточный Матрон Как СКС Это автомат Калашников Коммунерзирования Который лучший автомат мира Воюет до сих пор И еще будет очень-очень много Воевать У многих стран Даже на гербе На государственном Используется На наш вот А это Когда сделан Конкретно Прям вот этот А там прям Шумовой написано Это уже переделка Это уже переделка Это 66 Года А где это? А да 366 Этот конкретно 66-го года Мощный приклад Деревянный В ютубе Есть видео Где Отстреливали На отказ Короче Получилось Где-то в районе Тысячи Выстрелов Без остановки У него загорелось Цевье Потом заклинил затвор После этого Затвор Молотком Ударили Затвор Ушел обратно У снова На всем стрелять И я видел Видео Где эти Концерн Калашников Решили Попыша Испытать Тоже Ну Когда откажут Совсем В общем 800 патронов И ух Не кончились Патроны Остановили Эксперимент Ну всего А с ним ничего То есть Он 800 Отстрелял Потому что Когда делали Там ломаться Нечего Когда делали Попыша Ну во-первых Свободный затвор Да Надежно Без Не муцер А во-вторых Когда его делали Приемка была Не такая Что тебя пожилили Убрали А тебе сразу же Госизмену И в лучшем случае Ты попадаешь на фронт А в худшем Тебе сразу же И все Про Аксу Что-нибудь Ну соответственно Когда у нас Опять же Пошел вопрос Об уменьшении Калибра И 7.62 На 39 И Поменять На 5.45 На 39 Считалось Что Меньший калибр Это Большее количество Боеприпасов Которые Солдат Будет С собой Носить И Выше Скорость Пули Поэтому Поменяли С 74 Ориентировочно Точно Не помню Уже Поменяли Появился Ак-74 С калибром 5.45 Вот Аксу Это уже Его Клону Можно сказать Детеныш С укороченным Стволом Потому что Если Это оружие Личное оружие Солдата Который Ведет Боевые действия То Аксу Он был Предназначен Для ведения Скорее Самозащиты Они были Для механиков Водителей То есть Он воюет Пушкой Воюет Танком Своим Или Водитель Там Чего-нибудь Но У него Все равно Должно быть Личное оружие Пистолет Ему Слишком Мал По мощности По огневой Количество патронов Мало Автомат Слишком Велик Сделали Промежуточный Небольшой Автомат Сохранил В себе Все преимущества Автомата Да И Малые Размеры Малые